Продолжение следует... В Кубках патриотизм роли не играет. Смотрите прямо сейчас. У них чиновников поводов расслабляться нет, уверены политологи, поскольку большая часть проблемы, о которых говорили жители других регионов, есть и в Омской области. В том числе состояние автомагистрали, расселение из аварийного жилья, уровень зарплат в сфере образования, а также проблемы малого и среднего бизнеса. Им вообще просто, в принципе, расслабляться не стоит, потому что город находится в состоянии жуткого экономического хозяйственного кризиса, регион в состоянии политического кризиса. Им нужно работать и работать. Банкротом признали агрохолдинг «Дружина». С заявлением в арбитражный суд обратилась компания «Аналитика Омск». Поводом послужил долг, превышающий 30 миллионов рублей. Интересно, что ранее в состав учредителей «Дружина» входил депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Сидельников. Но накануне банкротства, по данным журналистов, он продал свою долю. Примечательно, что в 2015 году предприятия позиционировали как перспективные. Предприниматели и чиновники в один голос уверяли – овощная продукция расходится в магазинах буквально за считанные минуты. А на базе агрохолдинга планировали даже построить логистический центр. Омским предпринимателям снизят ставки по налогам на прибыль до 10% и на имущество до 1%. Правда, не всем. Чтобы рассчитывать на преференции, компании должны инициировать инвестпроекты и вложить в них 50 миллионов рублей за 3 года и 500 миллионов рублей за 5 лет. Еще одно условие – это тематика. Проекты не могут быть связаны с переработкой или транспортировкой нефти и газа, а также с производством подакцизных товаров. Есть ограничения и к самим инвесторам. Они не должны входить в консолидированную группу налогоплательщиков и иметь регистрацию за пределами региона. В таком случае налоговая ставка применяется в соответствии с налоговым кодексом по ставке минимальной 10%. Те организации, которые заключают специальные инвестиционные контракты, могут использовать на установленный период ставку в размере 0%. Добавим, что льготы будут действовать до 2019 года, исключение трехлетней инвестпроекты. Бюджетникам поднимут зарплату, а перевозчикам выделят дополнительные субсидии. Главный финансовый документ Умск области внесли очередные изменения. Больше чем на 3 миллиарда рублей выросли доходы, а дефицит бюджета, напротив, снизился. Как пояснил министр финансов Вадим Чеченко, дополнительные деньги принес налог на прибыль. Это позволит региону получить дешевые бюджетные кредиты на 1 миллиард 700 миллионов рублей. С учетом роста доходов, долговая нагрузка стала 80%, которая была нужна. И кроме того, осталось 2 миллиарда 700 миллионов на распределение расходным статьям. Дополнительные деньги направят на образование, строительство и транспорт. Увеличится также субсидия аграриям. А представители малого и среднего бизнеса получат еще 116 миллионов рублей в рамках господдержки. Связать желания и возможности пытаются областные чиновники. Комплексы спутниковой связи, такие, как разработала Красноярское конструкторское бюро, региону нужны. Работать они могут даже в самых отдаленных от цивилизации населенных пунктах. От таких в Омск области 95. Причем, по словам представителей областного правительства, сейчас обстоятельства складываются так, что дешевле купить в соседей готовую продукцию, чем отдавать такой заказ на местное предприятие. Наши компании тоже могут реализовывать серьезные решения. Возможно, за меньшую, конечно, стоимость. Но тогда нам придется собственными силами дорабатывать, брать какое-то иное транспортное средство, рассчитывать нагрузку, можно ли на него установить данные, в принципе, комплексы. Но вопрос, опять же, все финансировано. Жаркий день для спасателей и полицейских. Экстренные службы провели совместное учение на Кировском пляже. Несмотря на то, что технология спасения отработана, мечей предупреждают купаться, пока запрещено. Тех, кто, пренебрегая правилами, все же решит окунуться, ожидают штраф в размере 300 рублей. Сейчас купальный сезон в Омске официально еще не стартовал. Ориентировочно пляжи могут открыть в 20-х числах июня, если, конечно, пробы песка и воды будут соответствовать всем нормативам. В целях безопасности, здоровья, мечей, купания пока не разрешено, а, получив анализы, по каждому пляжу отдельно будет принято решение о разрешении или запрещении купания на пляже. Федеральные эксперты ОНФ оценили качество медицинских услуг в Омске. Об этом пишет газета «Коммерческие вести». По мнению специалистов Общероссийского народного фронта, ситуация в Омске странная. С одной стороны, медики уверены, что предоставляют населению качественные услуги. Жители, напротив, продолжают омскую медицину хаять. Совершив паломничество по объектам Омского Минздрава, эксперты из ОНФ поставили свой диагноз – недоступность медицинских услуг. А в регистратуру вообще невозможно дозвониться. В региональном Минздраве парируют. Все не так плохо. К примеру, финансирование на поликлинике в этом году удалось увеличить на 250 миллионов рублей. Хотя фронтовики и уверены, большинство вопросов можно решить с помощью минимальных материальных вложений или же и вовсе без них. Есть ли в Омске бесплатная медицина? Какие поликлиники посетили специалисты Народного фронта? И на что чаще всего жалуются о мечи? Читайте в газете «Коммерческие вести». Кто победит? Мы – водку или она – нас? Таким вопросом задаются корреспонденты газеты «Аргументы и факты». В свежем номере издания читатели смогут не только подробнее узнать о истории борьбы с пьянством на Руси, но и попробовать понять, почему в одном городе люди пьют, а в другом практически нет. К примеру, Нижегородская область вошла в десятку самых пьющих регионов, а Белгородская, напротив, в десятки самых трезвых. По мнению социологов, одна из главных причин алкоголизма – это чувство невостребованности, когда человек не смог построить карьеру и, как результат, реализоваться в обществе. Кто ищет утешение на дне бутылки? Откуда проистекает повальное пьянство и почему наркологи уверены? Спокойная работа – панацея от алкоголизма. Читайте в свежем номере газеты «Аргументы и факты». В Омске начался масштабный ремонт дорог. В редакции газеты «Четверг» выяснили, идет ли ремонт городских дорог по плану и отвечают ли ремонтные работы всем стандартам качества. В департаменте городского хозяйства уверяют – работа подрядчиков на постоянном контроле, причем на всех этапах ремонта. Проверяется вся необходимая документация, схема организации дорожного движения, материалы на соответствие требованиям. После этого подрядчику выдает разрешение на работу. Чиновники заверяют – качество ремонта дорог, выполняемых подрядными организациями, находится на постоянном контроле. Но практика показывает, что подрядным организациям все-таки удается схитрить. К примеру, на дорогах, отремонтированных в прошлом году, асфальт сошел вместе со снегом. А ведь они тоже проверялись – какие дороги в Омске отремонтируют и сколько денег потратят на эти цели, а также долго ли продержится новый асфальт. Хотите быть в курсе – открывайте свежий номер газеты «Четверг». Скоро по вновь отремонтированным омским дорогам поедут не очень новые, но зато дешевые, в том, что касается платы за проезд автобусы. Одна поездка обойдется мечам всего в один рубль. Правда, в газете «Ваш Ореол» уточняют – речь идет только о стоимости второй поездки. Когда пассажир пересел на другой автобус в течение 30 минут и имеет на руках повременной проездной. Некоторые депутаты Омского городского совета сомневаются, что полчаса достаточно для того, чтобы успеть сделать пересадку. Ведь с учетом пробок автобус может и задержаться. В департаменте транспорта уверены – времени хватит. К тому же повременной проездной ориентирован на тех, кто живет на окраинах города и каждый раз вынужден пересаживаться. В дептрансе пообещали – если будет нужно, временной интервал увеличат. Будут ли к такому эксперименту привлекать частных перевозчиков, и когда повременные карты поступят в свободную продажу, читать ли газеты «Ваш Ореол» смогут узнать в свежем номере издания.